Хорошо. Теперь благочестие. Почему денег нет? Это вопрос благочестия. Есть разные виды благочестия. Что такое благочестие? Я, допустим, торговец беру и просто начинаю, вопреки правильному представлению жизни, что денег нет, что благотворительностью заниматься. Я начинаю скромненько, тихо, начинаю там, допустим, помогать какому-то интернату детскому, чем могу, потихонечку помогаю. У меня копится благочестие. В чем оно выражается? Ну, выражается в том, что я отрываю от себя деньги на добрые дела. Это значит, что у меня увеличивается чувство бескорыстия. Я начинаю видеть в тех людях, которые со мной торгуют, они меня обманут или нет. Вот это я, когда у меня бескорыстие появляется, я также вижу бескорыстие в других глазах. Это значит, что они ко мне настроены хорошо, по-доброму. Теперь дружить. Я коплю друзей, благочестие. Собираю всех там, допустим, вместе, вечер провести, дарю подарки, забочусь о друзьях. Что это дает? Возможность не понять, кто друг, а кто нет. Я смотрю, кто ко мне дружественно относится. У меня развивается чувство друга. Я сам, от меня тоже эта энергия идет, и со мной дружить все хотят. Дальше я начинаю уважать правителей. Учиться это делать. Вопреки тому, что все как бы ругают, это принято ругать, я начинаю уважать. И от правителей снимается иммунитет. То есть меня замечают, мне позволяют, и меня уважают и любят старшие. Почему? Потому что у меня в глазах это нарисовано. Я просто это изучал, когда экзамены сдавал. Я всегда сдавал экзамены хуже, чем я знал. Я выучу все, прихожу, раз, смотрю на преподавателей, я их пугался. Когда вижу знающего человека, я их пугался. И они меня заваливали всегда. У меня был друг, который учил меньше. Он, когда преподавателя видел, он очень уважительно осмотрел на него, ему ставили выше отметку, потому что он уважал старших. Ну то есть люди, которые уважают старших, их видят старшие и сразу начинают к себе притягивать, потому что они дают защиту. Старшие защищаются с помощью верных людей. Верные люди для них самое большое достояние в жизни. Для шатры, руководителя, верные люди самое большое достояние. Поэтому, когда человек верен старшим, у него сразу вот дорога вверх открыта и появляются деньги, потому что деньги всегда появляются, когда ты повышаешь свой статус в деятельности. У тебя больше возможностей и влияния. Тогда повышаются деньги. Ну допустим, ты можешь торговать жемчугом маленьким, получать маленькие деньги, или большим жемчугом торговать, и сразу получать большие. Но чтобы торговать большим жемчугом, тебе нужны связи. Ты не можешь это делать на обычном рынке. Тебе нужно делать ювелирный магазин крутой. А для этого нужны разрешения и связи все вот эти, чтобы тебя никто не разрушил в этой деятельности. Ну то есть, видите, как бы статус сильно влияет. Способность видеть, кто тебя обманывает, сильно влияет. Эта способность достигается с помощью дружбы. Если ты хочешь, чтобы тебя покровительствовали и считали тебя хорошим человеком, добрый, хороший человек, надо ему помогать, тогда добрые дела. Не для рекламы, а просто от сердца, заботиться обо всех. То есть, это называется благочестие или сила. Допустим, одна девушка красивая, все, но замуж не берут, потому что у нее нет силы, от нее не идет сила. А другая некрасивая внешне, но замуж сразу взяли, потому что у нее есть внутренняя сила. Эта внутренняя сила называется благочестие. Человек не видит людей. Главное качество управляющего – это забота. Если человек любит людей, заботится, почему за Суворовым в бой шли, побеждали? Потому что он был таким лидером, он очень любил солдат, он всех по именам знал, это исторический факт. По именам знал своих воинов, представляете? Он со всеми дружил. Он не то что знал, он знал, какая судьба у каждого солдата из них. Он этим занимался, он любил всех, заботился о своих солдатах. Они готовы за него были жизнь отдать. Это исторический факт. Точно так же Александр Микедонский. Спал на сырой земле. Летописи почитайте. Никогда себе лишнего не брал. Солдатам всегда давал все, что им нужно для жизни. Заботился о них. Очень был храбрым. Показывал пример. Всегда, когда началось сражение, он всегда впереди скакал. То есть он владел очень мощным оружием, был храбрым, сильным, смелым и очень талантливым полководцем. Он знал точно, что делать, чтобы победить. Признак качества лидера. Качества нужны. Сила лидера. Сила нужна. Влияние. Сила означает благочестие. Если человек храбрость достигает саскезой. Вот, допустим, если человек, допустим, неподвижное положение тела, там, ночное обдение стоит, не двигается перед алтарем всю ночь. Это дает стойкость, мужество. Человек не трогнет в бою. Когда человек держит свое слово, всегда дает ответственность. Он сказал, сделал, сказал, сделал. Становится ответственным, надежным человеком. И так далее. Качества характера все развиваются аскезами разными. Надо просто развивать качества. Вот, допустим, у торговца, у человека качество – это дружба, уважение старших, щедрость и проницательность. Четыре качества, дающие деньги. Но они все развиваются через аскезы. Проницательность развивается через то, что ты никогда подсказал, так и сделал. Никогда не обманываешь в сделке. Это проницательность дает. Если ты хочешь, чтобы у тебя влияние на людей было, чтобы тебя покупали, нужна дружба, дружить с людьми не надо. Если ты хочешь, чтобы у тебя старшие тебя продвигали, для этого нужно их уважать, верить в старших. Если ты хочешь, чтобы ты видел, где сделку правильно сделать, нужно благотворительность, нужно жертвовать. Все. Если человек развивается как личность, он становится благочестивым, означает успешная деятельность. Он успешен в деятельности. И вы скажете, Олег Геннадьевич, в нашей стране не может быть успешной деятельности. Может быть. Для этого надо быть сильными. В любой стране. Я езжу много по миру, везде свои проблемы. Допустим, в Германии приезжают там свои проблемы. Говорят, у нас не может быть. Может быть. Там просто свои правила. Надо там быть очень пунктуальным, очень порядочным, очень четким. Всегда все делать по инструкции. Тогда ты будешь развиваться. Хочешь так жить, езжай в Германию. В этой стране, чтобы развиваться, надо просто уважать старших. Уважаешь? Развиваешься. Нет? Не развиваешься. Все. Все очень просто. В России, чтобы развиваться, надо верить в Родину. Веришь в Родину, развиваешься? Нет? Нет. Не нравится, езжай в другую страну. Тебе придется все равно во что-то верить. А? В Белоруссии, в старших. Надо верить в старших. Уважать старших. И законы, то есть так как это уже Запад в какой-то степени. Здесь надо делать все правильно, по инструкции. И уважать старших. Все. И вы становитесь мощным человеком. Развитым, сильным, влиятельным. В рамках судьбы этого государства. Ну, это не значит, что ты будешь бедным там или нищим. Просто есть рамки. Например, в Индии для того, чтобы развиваться, нужно очень личностным быть. Нужно беседовать со всеми. Восток. Там надо дружить. Сильно очень важная дружба и искренность в отношениях. Тебе надо много чай проводить за том, чтобы чай со всеми пить. Договариваться. Брататься. Тогда у тебя будет бизнес. Не занимаешься этим, ничего не будет. И, естественно, очень сильно уважать всех. Не только старших, даже младших. Там надо всех уважать. Это Восток. Не уважаешь кого-то, значит, я не буду любить. Везде свои правила и везде трудно. Я приезжаю в Индии к своему другу. Он говорит, слушай, так трудно. Может мне в другую страну переехать. Что-то здесь все вот так тяжело. Ну, перейди. Но тебе опять же придется правило соблюдать. В любой стране во всем мире всегда свои трудности. Запомните это. Всегда свои кажутся больше, чем чужие. Если человек геморроем болеет, он думает, геморрой это самая тяжелая болезнь. Но если у него другая болезнь, он так же будет думать. Продолжение следует...